Добрый день, друзья! Я Юрий Милютин из процессинга Сбербанка. Я очень рад видеть вас на этой конференции. Мы разрабатываем лучшие платежные продукты. В прошлом году наш экваринг был крупнейшим в Европе по объему транзакций, а в этом мы заняли третье место уже в мире, обойдя Bank of America. История сегодня не о наших продуктах. История об изменениях в условиях лицензирования Oracle JDK, которые произошли в 2019 году. Казалось бы, ничего для нас, разработчиков, не изменилось. Java осталась бесплатной для разработки и тестирования. Правда ведь? А с промышленными расходами разберется сама корпорация. Она крупная. И вот, представьте ситуацию, что вы являетесь руководителем разработки, и у вас есть кластер на 40 тысяч физических ядер. На нем установлена JDK версии 8.202. Абсолютно бесплатная для промышленного использования. Вам не требуется лицензия. Все хорошо. И топ-майор кибербезопасности выдает распоряжение закрыть все уязвимости и обновить JDK до версии 203. Администратор выполняет это распоряжение, это его работа. И теперь вам требуется 20 тысяч лицензий. 20 тысяч лицензий — это 3 миллиона долларов в год. Внушительная сумма даже для вашего подразделения. Офицер не будет оплачивать этот бюджет. Его обоснование лежит на вас. Вам придется в конце года обосновать, почему вам нужна такая сумма и что вы сделали, чтобы ее минимизировать. Вы идете по очень тонкому льду. Я здесь для того, чтобы рассказать вам, как я провел внутренний аудит, минимизировал использование JDK в своих подразделениях и поговорил с юристами, задал им сотни вопросов, чтобы понять, по каким правилам идет расчет количества лицензий. Сегодня я расскажу это вам. Все совпадения случайны, все ситуации вымышлены. Здесь нет ни слова про банк. При расчетах не верьте себе. Мне, здравому смыслу, хабру житейской логики, проконсультируйтесь со специалистом. Представим, вы работаете в корпорации, в которой остались десятки тысяч инсталляций Oracle JDK. И она не может мигрировать всего лишь за год. Вам нужно что-то делать с этой проблемой. У вас есть три пути. Первый. Остаться на версии 8.202, бесплатной для промышленного использования, и не обновляться никогда. С одной стороны, это хорошо, никому не нужно платить. Но есть проблема. В этой версии будут выявлены уязвимости. И если вы проходите аудит, например, аудит платежных систем, то эти уязвимости вам придется закрыть, осуществив миграцию. Версия 8.202 с вами не навсегда. Рано или поздно вам придется с нее съезжать. Второй сценарий. Использовать бесплатный дистрибутив, например, Adopt OpenJDK, который не просит денег, но и не несет никакой ответственности перед вами. Это просто энтузиасты из интернета собрали сборку из открытых исходников и разрешили вам ее скачать. Также есть платные дистрибутивы на основе OpenJDK, которые предоставляются крупными компаниями. Вы можете их рассмотреть. Они могут оказаться дешевле, чем Oracle Java. А более того, они зарегистрированы в реестры российского ПО. Так что, возможно, это именно ваш выбор, если вам это важно. Либо третий путь. Вы можете провести грамотный внутренний аудит своей инфраструктуры, оценить количество лицензий и избавиться от лишних инсталляций. Таким образом, сумма может снизиться в десятки раз и перестать казаться вам такой страшной. Есть два типа лицензий. Лицензия серверная для приложений и лицензия пользовательская для рабочих мест ваших сотрудников. Мы начнем с серверной лицензии. Серверная лицензия для коммерческого использования. 25 долларов за процессор. Сумма может быть ниже, она зависит от объема. Но что же такое коммерческое использование и что же такое процессор? Эти термины юридические. Их разработали юристы, они могут отличаться от понимания инженеров. Что же такое использование? Это факт наличия установленного GDK либо JRE на вашем промышленном сервере. Если он установлен, значит использование коммерческое, промышленное и нужна лицензия. Вы не имеете права просто пойти на сайт Oracle и скачать оттуда дистрибутив и установить на промышленном сервере. Лицензия с сайта для тестирования, ознакомления или разработки. Чтобы установить Oracle GDK на промышленный сервер, вам нужно заключить договор, пойти на коммерческий портал Oracle и скачать оттуда дистрибутив, предварительно оплатив лицензию. Именно так. Коммерческое. Неважно, зарабатываете вы деньги на этом программном продукте или нет. Если он установлен на промышленном сервере, значит использование коммерческое. Даже если это справочник сотрудников, даже если это никакого Java-приложения, у вас нет, просто голый сервер с установленным GDK. Все равно за него нужно заплатить. Потому что вы установили этот продукт. Возможно, завтра у вас появится приложение. Что ж такое процессор? Сложный вопрос. Представим, у вас есть крупный сервер. В нем есть два сокета, в которые можно установить процессор Intel Xeon E5. В каждом из этих процессоров 14 физических ядер. Включен HyperTrading, а значит, операционной системе доступно два логических ядра на каждой физической. Вопрос. Что из этого юристов документации считают процессором? Сколько лицензий вам нужно заказать? Варианты. Две лицензии, потому что процессоров два. 28 лицензий по количеству физических ядер. А может, 56 по количеству логических ядер, доступных операционной системе. Вот здесь надо проконсультироваться, потому что правильный ответ. 14. В расчет идут только физические ядра. Они умножаются на коэффициент процессора из специальной таблицы. Процессор Intel Xeon соответствует коэффициент 0.5, поэтому итоговое значение 14. Вот так выглядит таблица. В ней перечислены основные промышленные сервера, доступные на рынке. Но если вы используете какой-то экзотический процессор, например, ARM, либо Elbrus, его в этой таблице на данный момент нет. Тогда будет использован коэффициент по умолчанию 1, и вам нужно было купить 28 лицензий. Представим другой сценарий. Вы развернули вычислительный кластер мечты на Kubernetes в вашей компании. Подняли 100 физических ядер. Подняли на гипервизор, который на каждое физическое ядро предоставляет 4 овербукт ядра. И на всем этом развернули Kubernetes. Загнали туда 800 Java-подов. В каждом из них установлен Linux. Каждый из них потребляет половину CPU. Сколько нужно лицензий? 50 по количеству физических ядер, деленных пополам. 200 по количеству ядер гипервизора. А может быть 800 по количеству виртуальных машин, деленных пополам, но округленных до целого числа. Итак, правильный ответ. 50. В расчет идут только физические ядра, только то железо, которое доступно на самом низком уровне. Это, с одной стороны, хорошо. Мы получили заметно более низкую цифру. Но если в этом кластере, кроме Java-приложений, будут запущены еще JavaScript-приложения или Python-приложения, вы все равно будете платить за физический ресурс, который вы потребляете. Те же самые 50 лицензий. Продуктовая лицензия. Представим, что у вас есть база данных Oracle, сервер WebLogic либо иной продукт, в состав которого уже входит GDK в рамках поставки. Дополнительно за этот GDK платить не нужно. Вы уже заплатили за него, купив базу данных. Но есть ограничения. Вы не можете использовать этот GDK, чтобы запускать на нем приложение, отличное от самого продукта, например, база данных. Если вы захотите на том же хосте поднять приложение на Spring Boot, вам потребуется купить отдельную лицензию и установить отдельный GDK для ваших приложений. Пользовательская лицензия. Представим, что у вас есть 200 тысяч рабочих мест, и агент кибербезопасности решил снова закрыть уязвимости и обновить их до версии 8.203. В данном случае вы должны 3 миллиона долларов в год. И это другие 3 миллиона, они просто за пользователей. Как работает лицензирование пользователей? Лицензия выдается на именованного пользователя, на Ивана Иванова. Неважно, запускает он на самом деле JRE, либо нет. Главное, что Java установлен на его компьютере. Если у Ивана есть 10 компьютеров, ему все равно нужна одна лицензия, потому что она выдается на его имя. Если же у вас контактный центр, в котором на одном компьютере могут работать 5 человек, в этом случае вам нужно 5 лицензий, несмотря на то, что компьютер один. Резюмирую. Изучайте лицензионные соглашения перед установкой или обновлением ПО. Это очень важно и позволяет избежать сюрпризов. Бережливо относитесь к расходам своей компании. Переходите на OpenJDK. Это не всегда просто, но в долгосрочной перспективе окупается. Главное, проводите внутренний аудит, чтобы всегда быть готовым к аудиту внешним. В заключении хочу сказать. Я работаю в Сбербанке и очень этому рад. Процессинг крутое место. У нас есть башня из серого стекла, бюджеты для менеджеров, крутые продукты для программистов. Работая у нас, вы сможете сказать, результатами моего труда пользуют сотни миллионов человек каждый день. Это лучшая запись и лучшая история, которая может быть в вашем резюме. Спасибо, друзья, и хорошего дня.